Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Мария и сегодня мы продолжаем с вами изучать методы написания красивых текстов в заголовках надписей. В предыдущих роликах мы рассматривали некоторые из вариантов. Сегодня мы еще разберемся, что же можно сделать. На этом слайде продемонстрировано целых пять стилей написания. Из каждой такой надписи можно сделать изображение, картинку и использовать ее, к примеру, для создания фотоколлажа. Это простой фотоколлаж, чисто для демонстрации. Наша надпись может иметь вертикальное расположение, либо любой другой формы. Различный цвет заливки, цвет контура, придание тени. Вот, пожалуйста, такой вариант. Все это мы можем создать благодаря методу WordArt. Он доступен нам в лицензионной программе текстового редактора Word, либо в его аналоге OpenOffice, который мы можем скачать бесплатно в интернете и установить на свой компьютер. Текстовый редактор Word, сам по себе, платная программа. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно будет создавать такие вот красивые надписи. Для этого мы создаем документ текстовый. Перед нами текстовый документ и сейчас мы будем делать нашу надпись. Нажимаем по вкладке «Вставка». Заходим вот сюда, в WordArt. И перед нами различные стили, шаблоны, которые мы будем использовать. Горизонтальные, вертикальные. К примеру, возьмем абсолютно любой. Вот такой. Вот в таком поле нам предлагается разместить свой текст. Можем изменить шрифт, можем изменить величину букв. Нажимаем «Ок». Перед нами объект, изображение, надпись. Именно того цвета, который заложен уже в шаблоне. Но нас здесь что-то, допустим, не устраивает, и мы начинаем редактирование. Мы можем изменить текст. Нам позволяет вот эта вкладка. Допустим, мы сделали ошибку или что-то решили написать другое. Вот так. Наш текст изменился. Мы можем изменить интервал между буквами. Сделать узкий, очень широкий, широкий. Мы можем изменить снова стиль. Пожалуйста. Можем сделать это вертикально. Такой сделаем. Можем вытянуть, сделать больше, меньше. Вот, пожалуйста, сделали побольше. Что можно сделать еще с этим текстом? Нас не устраивает этот цвет, который заложен автоматически в шаблоне. И мы сейчас его будем менять. Вот здесь меню форматирования нашего изображения. Заливка фигуры. К примеру, это будет вот так. Либо мы можем текстуру, сделать заливку в виде какой-то текстуры. Пожалуйста, различные варианты. Водяные капли. Либо это будет какой-то узор. Кирпич, к примеру, на зеленом фоне. Мы все сделаем на контрасте. Посмотрите, как у нас получилось. Градиент. Выбираем. Но уже рисунка, как такового, не видно. Возвращаемся к какой-нибудь текстуре. К примеру, вот такой. И оставляем так. Затем мы хотим придать контур. Контрастный. Толщину контура выбираем. Какая она? Допустим, побольше. Чтобы было видно. Контур можно сделать штрихообразным. Вот такой. Контур можно сделать другого цвета и в виде узора. Это все чисто для примера, чтобы нам увидеть, как это работает. Такие штрихи. Вот так. Пусть это будет так. Теперь мы будем менять фигуру. Наша надпись может быть такой. Такой. Как пожелаете. Вариантов для этого очень много. По кругу, пожалуйста. Полукругом. Как это сделать? Вот такая волнистая. Пусть будет такая. Что мы можем еще сделать? Мы можем придать тень. Хотя тут тень есть уже в шаблоне. Мы можем придать тень больше. Вот такую тень можем создать. Такой, правда, рисунок немножко убежал. Мы сделаем поменьше. Вот такая тень. И тень у нас может быть цветной. Что бы хорошо было видно. Получилась как бы двойная надпись. Пожалуйста, видоизменяйте до тех пор, пока вас будет удовлетворять ваша надпись. Сейчас мы придадим ей объем. Но при придании объема тень и контур уже исчезают. То есть абсолютно все функции совместить не получается. Смотрите. Вот такой объем. Можем сделать так. Здесь у нас стоит красный цвет объема. Можем и его поменять. Допустим, вот так. Допустим, глубину, бесконечная глубина, освещение. Видите, поменялось. В общем, здесь вариантов для творчества очень много. Поэтому, пожалуйста, используйте эту программу для создания интересных надписей. Да, можно использовать эту надпись. Мы уже смотрели. Можно для фотоколлажей. Можно оформить какие-то слайды. Можно написать красивое сообщение. Вот, пожалуйста, мы создали вот такую надпись. Можем ее сохранить. Сделать из нее картинку. Ну, сейчас я еще хочу изменить цвет нашего листа. Нажимаю на вставку. На дизайн. Мы работали по вставке. Теперь на дизайн. Цвет страницы. Для примера оставим так. Вот, пожалуйста, у нас получилась такая надпись. И сейчас мы из нее сделаем картинку. И посмотрим. Над этим изображением дальше можете работать по своему усмотрению. То есть, открывайте ее в любой из программ. И используйте для дальнейшего творчества. Используйте для себя этот метод. С вами была Мария.